То, что не получилось у Германии 75 лет назад, успешно происходит сегодня. Немцы активно осваивают просторы России, на этот раз экономическими методами. Глава русского подразделения, компания Mercedes-Benz, показывает министру инвестиций и инноваций Московской области свежие модели, сошедшие недавно с конвейеров одного из крупнейших автомобилестроителей мира. Немцы закрепились под Москвой, на территории индустриального парка «Северное Шереметьево», который расположился в сельском поселении Габовское. Здесь Mercedes-Benz всего за год построил складской комплекс на 50 с лишним тысяч квадратных метров. Немцы ребята системные, и этот уголок Северного Подмосковья выбрали не случайно. В районе деревни Глазово пересекаются сразу несколько транспортных магистралей. Кроме того, неподалеку полным ходом идет строительство центральной кольцевой автомобильной дороги. То оборудование, которое у нас было на действующих складах, мы его забираем. Этот логистический центр будет осуществлять отправку запчастей и аксессуаров для легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей Mercedes-Benz, а также марки Smart по 195 российским адресам. Новый центр объединил четыре ранее существовавших склада немецкой компании. Здесь уже доступно почти 50 тысяч номинований запчастей, 75% из которых запчасти для легкового транспорта, а 25% для малотоннажного и грузового транспорта. На сегодняшний день этот логистический центр уже обеспечивал рабочими местами 220 жителей Дмитровского и близлежащих районов Подмосковья. МОСКОВИЯ Изначально планировалось, что такой значимый для российского автопромобъект откроют губернатор Московской области и глава Дмитровского района. Но в итоге поздравить Mercedes-Benz с запуском крупнейшего в России сконского комплекса приехали заместитель Гаврилова и зам предобластного правительства. Министр инвестиций и инноваций Московской области радостно констатировал, что этот логоцентр важен не только 5 миллиардами рублей инвестиций, сделанных немцев, но и мультипликационным эффектом для экономики Дмитровского района и всего Северного Подмосковья. Здесь очень важен так называемый эффект локомотива. Компании типа Mercedes-Benz это лидеры своей отрасли. И за этими лидерами идут огромное количество инвесторов, которые обеспечивают сервис, которые обеспечивают поддержку, которые обеспечивают всю технологическую цепочку, которую компания предоставляет своим клиентам. И в этом отношении размещение большого логистического центра, тем более центра по обслуживанию автомобилей, по спродажному обслуживанию автомобилей, свидетельствует о приходе в регион и в район конкретно большого количества инвесторов, которые будут сотрудничать с компанией по указанным направлениям. Мы рассчитываем, что настоящий проект послужит так называемым триггером, инициатором очень многих других проектов, может быть, не столь масштабных, но по количеству и значимости не менее важных для региона. Незнакомые с новостями авторенка зрители, скорее всего, удивятся, почему немецкий автоконцерн решил открыть такой крупный склад автозапчастей именно сейчас, когда отрасль переживает серьезный кризис и резко упали продажи именно европейских автомобилей. Но Mercedes-Benz именно в этот кризис сумел наконец-то обогнать своего главного конкурента, компанию BMW, нарасти в продаже аж на 12%. В России одним из ключевых клиентов немецкой компании традиционно стали различные госструктуры и автопарки многочисленных правоохранительных органов. Если говорить о российских запасных частях, то у нас, как вы знаете, есть производство Sprinter Classic в Нижнем Новгороде. Это всем известный малотоннажный автомобиль. Это значит, что для данного автомобиля мы здесь, в России, производим запасные части, и мы эти части экспортируем. Глава русского подразделения автоконцерна, работающего под торговой маркой Mercedes-Benz, заверил присутствовавших на открытии логоцентра журналистов, что его компания продолжит экспансию на перспективный российский рынок. Сейчас активно идут переговоры между немцами и подмосковным правительством о строительстве в нашем регионе автомобильного завода Mercedes-Benz. Стороны надеются уже до конца этого года подписать контракт. Площадка для нового автопроизводства выбрана, неподалеку от Солнечногорска, и новый складской комплекс будет обслуживать прежде всего именно этот запланированный немцами автозавод.